Рейл Балтика Через Ригу будут ходить 4 раза в день в каждом направлении, а через 10 лет по 6 раз в день. Вот так это будет выглядеть. Зеленая линия – это скоростной поезд, синий – ночной, желтая – грузовой. Поездка на скоростном поезде из Сталина в Варшаву займет 6,5 часов. Планируется 9 остановок. А из Сталина в Вильнюс можно будет добраться за 3 часа 40 минут. С шестью остановками. Средняя скорость будет 234. По нашим оценкам инфраструктуры мы тоже развиваем. Для такой скорости будет 7 международных станций, в том числе 2 станции в Риге. Это Рижский центральный вокзал и международный аэропорт Рига. Помимо скоростных, курсировать будут также региональные и ночные поезда. Например, региональный поезд Салацгрива-Бауска. Число остановок 14. Время в пути – менее 2 часов. С Култыбауска – 13 остановок. В пути – менее 1,5 часов. От центрального вокзала в Риге поезд будет добираться до аэропорта Рига за 11 минут. Число остановок 4. От вокзала в аэропорт поезд будет отправляться каждые полчаса. Есть некоторые муниципалитеты, которые очень активны, очень хотят, чтобы у них была эта региональная станция. Например, Бауска, например, Салацгрива. Знаем, что тоже в Скулты. Очень-очень хотят, чтобы была эта станция. Кстати, самоуправлением еще не поздно проявить активность, поскольку список станций еще только уточняется. Будут курсировать и ночные поезда. Один из Сталина через Ригу в Каунас, в Варшаву и дальше в Берлин. В зависимости от количества остановок он будет проводить в пути от 8 до 13 часов. Другой из Вильнюса через Каунас и Варшаву в Берлин. Время в пути – 5 или 10 часов. Но рейл «Балтика» будет предназначена не только для пассажиров. Каждый час по новой железной дороге будут проходить 2-3 грузовых поезда. Для развития грузовых перевозок будут построены три больших терминала. Латвийские в Саласпилсе. А сами поезда будут интермодальные. Например, приходит с контейнер пароходом из порта Хельсинки в порту Мугль. В Таллине. И перегружается на железнодорожный подвижной состав. И это уже интермодальная перевозка. Также, например, фура с грузом приезжает в терминал в Саласпилс. Это является интермодальным терминалом. И далее уже путевка продолжается на железной дороге. Железная дорога Рейл Балтика соединит Балтию с другими странами Европы в 2026 году. Общая ее протяженность 870 километров, а стоимость 5 миллиардов 800 миллионов евро. Продолжение следует...